Здравствуйте, Андрей Музафирович. Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости, к нам на программу. Значит, вот эти две недели сентября, 16 по 29 сентября, это недели, которые проходят под девизом «Неделя ответственного отношения к сердцу» и «Неделя безопасности пациента». Скажите, пожалуйста, с какой целью эти мероприятия проводятся у нас в Республике? Согласно концепции Всемирной организации здравоохранения, с 2019 года, 17 сентября, отмечается как Всемирный день безопасности пациента. Это было принято на очередном конгрессе ВОЗ и для чего, в принципе, это было принято. Каждый год это мероприятие проходит под разными девизами. Последний раз, вот в этом 2024 году, это мероприятие проходит под девизом «Улучшение диагностики для безопасности пациента». Все прекрасно понимают, что правильное лечение зависит от того, как мы вовремя и правильно установим диагноз. Поэтому именно в этом году принято вот такой вот девиз, вот такой вот лозунг для Всемирного дня безопасности. Улучшение диагностики для безопасности пациента. Как можем добиться мы улучшения диагностики? Тут много факторов, но в первую очередь для врача и для всего медицинского персонала необходимо постоянно учиться, постоянно совершенствовать свои знания, чтобы не допускать каких-либо ошибок, которые приведут к ухудшению состояния пациента. В дальнейшем это все зависит также от материально-технической базы наших лечебных учреждений. Чем лучше, чем совершеннее у нас диагностическое оборудование, лабораторное или инструментальное методы исследования, тем быстрее и точнее мы поставим диагноз, тем самым тоже мы как бы усилим безопасность нашего пациента. То есть все это взаимосвязано и, в принципе, поэтому этому уделяется особо важное внимание, потому что до 16% всех летальных исходов связано с теми или иными врачебными ошибками, которые основаны на диагностике. То есть неправильно представленный диагноз, неправильная дифференциальная диагностика, то есть мы не можем определиться то или иное заболевание, и как следствие дальше уже идет неправильное лекарственное лечение. То есть мы лечим не теми лекарствами, не теми дозами, не в той кратности, которой мы должны это все делать. Поэтому улучшение диагностики – это один из важнейших принципов для обеспечения безопасности пациентов. 29 сентября отмечается Всемирный день сердца. Почему именно Всемирная организация здравоохранения решила выделить этот день как отдельный день сердца? Потому что во всем мире, в том числе и в России, смертность от болезни сердечно-сосудистой системы остается на первом месте. На первом месте это смертность, на втором смертность от злокачественных новообразований, от онкологии, и на третьем месте это смертность от воздействия внешних причин, то есть травмы, падения, ДТП, отравления и так далее. Но уже многие годы смертность от болезни системы кровообращения на первом месте как в России, так и в целом во всем мире. Ежегодно в России от болезни системы кровообращения умирает около 1 миллиона человек. И около 10 миллионов человек страдают такой болезнью сердца, как хроническая и ишемическая болезнь сердца. Поэтому Всемирный день сердца выделен в отдельный день, который отмечается Всемирной организацией здравоохранения. И эта неделя посвящена ответственному отношению к сердцу. Все мы понимаем, что сердце у нас одно, оно работает на протяжении всей жизни. Оно закладывается еще в эмбриогенезе. То есть когда в утробе матери сердце, там плода начинает работать, и оно работает на протяжении всей жизни. Поэтому, чтобы обеспечить ему как можно более длительное существование, нужно к нему бережно относиться. Что мы понимаем под бережным или ответственным отношением к своему сердцу? Это всем уже известно. Это ведение здорового образа жизни, рациональное питание, отказ от вредных привычек. То есть все то, о чем мы говорим и при других заболеваниях. Но это особенно важно по отношению именно к нашему сердцу. То есть стараться как можно больше двигаться. Недаром наш известный кардиохирург, главный кардиохирург страны Леон Антонович Бакери выступил с такой инициативой, которую мы ежегодно поддерживаем. Это 10 тысяч шагов к жизни. То есть человек, для того, чтобы нормально жить и предотвращать болезни сердца, должен проходить в день не менее 10 тысяч шагов. То есть эта инициатива поддерживается всем врачебным сообществом России, и мы это стараемся донести до всех своих пациентов. Скажите, пожалуйста, а что означает в целом формулировка безопасность пациента? То есть пациент с момента его обращения в лечебное учреждение, с момента его обращения к врачу, к медицинскому работнику, мы должны обеспечить его безопасность. То есть начиная, условно говоря, с каких-то технических возможностей, начиная с удобного подъезда к зданию, лестницы, ступеньки, обращение к нему человека, который находится на входе, администратора поликлиники, санитарка, которая сидит на входе и так далее. То есть человек, переступая порог лечебного учреждения или же обращается к медицинскому работнику, должен чувствовать, что он находится в безопасности. То есть все делается для того, чтобы ему помогли, помогли в ближайшее время, определились с его диагнозом, поставили правильное лечение, и это лечение привело бы к результатам, либо к выздоровлению, либо, ну, не все болезни мы можем, к сожалению, вылечить, или хотя бы длительной ремиссии. И, конечно, я хочу узнать конкретно, какие мероприятия проводятся у нас в эти недели. Ну, то, что я пришел уже к вам, это одно из этих мероприятий. Мы стараемся через все средства массовой информации, через телевидение, радио, печатные средства массовой информации, через социальные сети донести до пациентов то, о чем мы хотим сказать, что обращение в любое лечебное учреждение должно быть для вас максимум безопасным, то есть максимум безопасным должно быть для вас любое обращение, что врачи и весь медицинский персонал делают все для того, чтобы при обращении вас в учреждение вы были бы в безопасности. То есть вам поставят правильный диагноз, вам определяют правильную тактику лечения, что все, начиная от младшего медицинского персонала, заканчивая главным врачом учреждением, заинтересованы в том, чтобы вы были в безопасности в этом учреждении. Энер Музафирович, такой вопрос. Вот если говорить по-простому, можно ли действительно обезопасить пациента или, как говорится, спасение утопающего – дело рук самого утопающего? – Постоянная учеба. Для всех врачей, для всего медицинского персонала обязательное постоянное обучение. То есть раньше это была сертификация, теперь аккредитация. То есть мы должны постоянно пополнять свой багаж знаний, узнавать новые знания, новые методики диагностики и лечения. То есть это уже говорит о том, что мы можем пациенту предоставить максимум наших диагностических и лечебных возможностей и тем самым избежать ошибок. Дальше это закупка нового оборудования, это материально-техническая база. То есть новое диагностическое оборудование – это для проведения лабораторных анализов, для проведения инструментальных методов обследования. То есть оно должно быть по мере возможности совершенной и последней модификации, то есть ни морально, ни физически не быть устаревшим. То есть все, что у нас в нашей республике, все делается максимально, поэтому закупается оборудование и для больниц, и для поликлиник, районных, городских, для специализированных медицинских учреждений, там где оказывается технологическая медицинская помощь. То есть правительство региона, глава региона стараются полностью обеспечить нужды нашего здравоохранения. Сейчас начинается сезонный грипп, осень, и я хочу сказать о том, что, да и мы все знаем, что большая часть населения нашего, ну если не большая часть, то значительная часть нашего населения крайне негативно относится к вакцинации, к прививкам. Как вы считаете, с чем это связано? В республике как бы начался сезон, мы говорим, время сезонного гриппа, то есть похолодало на улице, резко снизилась среднесуточная температура, и как следствие наступает время сезонного гриппа. Поэтому мы призываем всех жителей республики, у кого нет медицинских противопоказаний, а противопоказание-то может быть только аллергическая реакция, это для вас определит только ваш врач, прийти в свои поликлиники, где вы находитесь, где вы прикреплены, где вы живете, или же к вам могут прийти на предприятия представители вашей поликлиники и провести вакцинацию. То есть отказываться от этого не стоит, потому что, ну, любая вакцина, в том числе и гриппозная вакцина, она не имеет, конечно, естественно, стопроцентной гарантии, но даже если вы вдруг заболеете после вакцинации, эта болезнь будет протекать в более легкой форме и не пройдет к тяжелым последствиям. Потому что ежегодно отмечается очень большая смертность от обычного сезонного гриппа, от 250 до 300 тысяч в мире просто умирают от осложнений обычного, казалось бы, сезонного гриппа. Поэтому я призываю всех прийти и провакцинироваться. Не знаю, у нас как-то исконно какое-то скептическое отношение к вакцинации. Не будем делать, не хотим делать, она все равно не помогает. Да, я же повторюсь, что нет стопроцентной гарантии, что после вакцинации вы не заболеете. Возможно, в такие случаи человек может заболеть, но болезнь будет протекать в гораздо более легкой форме, чем она протекала, если бы вы не вакцинировались. Но мы стараемся преодолеть этот весь скептицизм нашего населения, выступая во всех доступных средствах массовой информации, проводя лекции, беседы в трудовых, образовательных коллективах. Рассказываем о том, что это нужно делать. Это нужно делать, потому что есть взрослое население, трудоспособное, но надо заботиться еще о тех людях, которые живут рядом с вами, и которые могут оказаться беспомощными против даже обычного гриппа. Это наше взрослое поколение, старшее поколение. Это наши дети, которые и те, и другие очень тяжело могут перенести грипп, и он может привести у них к более серьезным осложнениям. Поэтому заботьтесь о себе, заботьтесь о здоровье своих окружающих. И, повторюсь, это, прежде всего, наше старшее поколение и наши дети. И давайте перейдем к вашему центру, Центру общественного здоровья. Когда, с какой целью создавался этот центр и для чего он вообще нужен? Центры здоровья, теперь мы, как говорится, Центры общественного здоровья, они создавались в 2009-10-х годах по тогда существующему национальному проекту здоровья. То есть они были созданы для определения факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. То есть люди приходят в центр, мы обследуем этих больных, у нас есть комплексные и динамические виды обследования, и определяем у них факторы риска. Там это может быть повышение уровня холестерина в крови, повышение уровня глюкозы в крови. Потом во время спирометрии могут выясниться какие-то изменения со стороны дыхательной системы, нарушения объема легких, всякие обструктивные и рестриктивные нарушения проводимости дыхательных путей. Затем так называемый импеданс, это измерение жировой складки. То есть маптометрия, выявление нарушений зрения. Потом так называемый ангиоскрининг. То есть проходимость сосудов и так далее. То есть мы определяем факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Подрасположены к сахарному диабету повышенный уровень холестерина, так называемая холестеринемия, которая может привести дальше к атеросклерозу и ишемической болезни сердца. То есть мы определяем факторы риска. Дальше мы определяем, что дальше, куда направить этого пациента. В поликлинику, по месту жительства, кузским врачам-специалистам. Ну и также занимаемся так называемым профилактическим консультированием. Даем рекомендации по здоровому образу жизни, по отказу от вредных привычек. Можем разработать индивидуальную программу оздоровления для каждого пациента. То есть все, что связано со здоровым образом жизни и профилактикой хронических неинфекционных заболеваний, мы можем рассказать, показать и дать программу оздоровления. То есть наш центр именно создан именно для этого. Ну что же, Инвер Музафирович, я благодарю вас за подробную информацию. Успехов вам в работе и спасибо.